здравствуйте дорогие мои друзья христос посреди нас сегодня мы с вами продолжим читать евангелие от луки я ужасно рада что мне удалось вовремя записать и выложить эту программу слава богу я прошу прощения за то что не всегда по средам успеваю выпустить именно нашу с вами встречу по евангелию потому что неделя очень плотно занята съемками блога выпусками утреннего кофе работой на топусе работы над новыми видео экскурсиями для вас и массой других дел иногда так получается что вот я упускаю наши встречи по средам прошу искренне у вас прощения и буду очень стараться этого не делать и как и обещала по средам читать евангелие вместе с вами тем более что для меня это тоже огромное-огромное утешение и поддержка итак мы с вами сегодня продолжаем читать евангелие от луки будем читать 13 главу начнем читать ее прямо вот самого начала до где мы остановились прошлый раз соответственно с 1 стиха по 10 читаем мы с вами для тех кто впервые читает евангелие вместе со мной я напоминаю что мы читаем по церковно-славянски согласно нашей русской православной церковной традиции если вам этот язык непонятен сложен неизвестен возьмите евангелие на любом удобном для вас языке и просто параллельно следите за нами при душе женицы и в то время проповедующий ему о галилеях их же кровь пилат смеси с жертвами их и отвещав иисус речеем мните ли яку галилеане сии грешнейший паче всех галилеан бяху яку таку пострадаша ни глаголю вам но аще не покаетесь а все так ужди погибните или они осьмнадесите на них же подди столб селамский и поби их мнитель и якутии должнейший бяху паче всех живущих в иерусалиме не глаголю вам но аще не покаетесь а все так ужди погибнете глаголы же же сию притчу смаковницу и мяше некий винограде своем саждину, и прииди, ища плода на ней, и не обрети. Рече же к Венареве, се третье лето отнили же прихожду, ища плода на смоковнице сей, и не обретаю. Посицию уба, вскую и землю упражняет. Он же от веща в рече ему, Господи, остави ю, и сей лето, донди же окопаю окрест я, и осыплю гноем, и ащи уба сотворит плод, ащи ли жени во грядущее посечеши ю. Здесь мы с вами читаем о двух исторических событиях, которые произошли во времена земной жизни Христа. Первое – это о галилеанах, которые были убиты в иудейском храме. История здесь такова. Был такой иуда-галилеанин, о нем апостол Лука упоминает в деяниях апостольских. Там, помните, есть такой момент, когда раввин Гамлиил выступает перед Синодрионом и напоминает о тех учителях, лжеучителях, которые были до Христа, и когда они погибли, то, собственно, их последователи разошлись сами собой. И раввин Гамлиил предупреждает Синодрион и говорит, отпустите этих людей, то есть апостолов. Если это учение ложное, оно само собою исчезнет, как бы, да, рассыплется. А если же нет, как бы нам не быть богоборцами, противниками Божьими. Вот такой текст есть у апостола Луки в деяниях. И, соответственно, вот это историческое событие здесь упоминается в Евангелии. Был такой иуда-галилеанин, который был тоже учителем, да, имел свою школу, своих приверженцев, учеников. Он учил, что никого на земле нельзя называть Богом и Господом или Сыном Божиим, кроме самого Бога. Казалось бы, все правильно, и действительно это так и есть, но он запрещал своим последователям приносить в ветхозаветном Иерусалимском храме жертвы о здравии кесаря и римского народа. Почему? Потому что кесарь именовал себя Сыном Божиим или даже Богом. Его статуи, да, статуи императора Рима стояли вместе с другими богами в римских храмах. Соответственно, он запрещал своим последователям это делать. Это уже был бунт, скажем так. И, соответственно, однажды, когда галилеане пришли в храм, и в храме приносилась жертва, а это было положено, да, с момента оккупации Рима, Римом нашей земли, было положено приносить эти жертвы за римский народ и здоровье императора. И вот когда эта жертва приносилась, и галилеане не участвовали в ней, то воины Пилата ворвались на территорию храма и убили этих галилеан за неподчинение, так сказать, римской власти, римскому закону, за неуважение к кесарю, непочитание его. И кровь их смешалась с кровью жертвенных животных, приносимых в это время о римском народе императоре. Таким образом, они стали как бы жертвой за него, понятно, да, приносимой для него. И вот здесь, почему Христу рассказали об этом, те, кто пришли, рассказали ему об этом, они рассказали ему об этом с возмущением, с желанием, чтобы Христос осудил этих последователей Иуды, потому что действительно они неправильно себя повели, да, как сектанты, как, скажем так, не подчиняющиеся ни церковной, ни гражданской власти в данном случае. И, соответственно, реакция Христа, была совершенно другой, чем они ожидали. Христос не говорит, что они поступили правильно, и не говорит, что они погибли как мученики, он не защищает их, обратите внимание. Он тоже считает, что они были неправы, эти галилеане, но он говорит, не мните ли яку галилеане сии грешнейши паче всех галилеан бяху, не думаете ли вы, что эти галилеане, которые вот так погибли, были грешнее всех других жителей Галилеи, тех, которые слушаются и церковную власть, и государственную, так сказать, гражданскую, да, думаете ли вы, что они были большими грешниками? То есть он улавливает настоящий мотив мысли этих людей. Эти люди хотели, чтобы Христос подтвердил их рассуждение, что грешников Бог страшно и люто наказывает здесь, на земле. Господь на это говорит им, если не покаетесь, все также погибнете. И приводит в пример другое историческое событие, которое произошло тоже незадолго до того в Силуамской купели, где есть такое место у нас, где источник Гихон, вода его собирается в такой древний водоем. Купель – это как бассейн, такое искусственное водохранилище, да, и вот там строилась большая башня, там велось мощное строительство при Ироде, и обрушилось здание, и погибли, ну, не так много по тем временам, да, ну, конечно, очень много, 18 человек. И вот Господь тоже говорит, а вы думаете, они были больше всех должны Богу, да, грешнее всех живущих в Иерусалиме, что они погибли? Но если не покаетесь, так же погибнете. Этот момент заслуживает особого внимания при прочтении Евангелия. Когда мы с вами слышим сведения о каких-то несчастьях массовых, особенно терактах, или каких-то трагедиях, пожарлей, который был, вот, помнится, да, в каком-то ночном клубе в России, по-моему, в городе Перми, если я не ошибаюсь, лет там 10, да, 11 назад, и унес жизни многих очень людей молодых, которые в этом ночном клубе, ну, уж понятно, не Богу они там молились, да, но тем не менее, и сразу же начинается мнение, да, вот, особенно от людей верующих. Это потому, что они были грешниками. Сгорел ли Нотр-Дам в Париже сразу Евросодом, вот, за их разврат, за то, что они женщин там уже епископами ставят, и что они там все голубые, не знаю, зеленые еще какие, вот, за это уже мы видим последствия Евросодома, вот, собор Парижской Богоматери у них сгорел, и так далее. Это рассуждение настолько типично, не только у христиан, и не только у православных, у всех вообще глубоко верующих людей, что даже, вот, скажем так, даже не задумываются люди, что вообще-то этот подход осужден самим Христом, да, особенно должны задумываться христиане, поскольку Евангелие наша главная книга. Мы часто приписываем Богу суд, там, где Бог его не совершал. Мы часто придумываем мотивацию поступкам Божьим, а на самом деле мы никогда-никогда не можем, ведь на самом деле, эту мотивацию понять. Хорошо вспоминается вот в контексте этом книга Иова, Иов Многострадальный, самая трудная книга для восприятия, знаете об этом в Ветхом Завете? Это не Апокалипсис самая трудная книга, ну, Апокалипсис, простите, Новый Завет, да, ну, допустим, не книга пророка Даниила, не какие-то пророки библейские. Самая трудная для восприятия, это книга пророка Иова, потому что книга Иов меняет сознание, она буквально с ног на голову переворачивает наше восприятие Бога. Иов, который потерял всё, да, и вот теряет уже там родных и детей, ну, помните, да, Иов, который вот все несчастья, которые могли, Господь его так испытывал, они с ним случились, и он во всём говорит, Бог дал, Бог и взял, и не жалуется, он плачет пред Богом, он скорбит, но он не как бы не сопротивляется воле Божьей, он признаёт волю Божьей над собой, Иов многострадальный, Иов, и приходят к нему друзья, помните, и что они требуют? Покайся, Бог ведь так велик, Бог так прекрасен, Бог и то создал, и это создал, восхваляют имя Божие вообще всеми возможными эпитетами, и ты ли смеешь такой дерзкий пред Богом стоять, ты должен покаяться, у тебя есть какие-то страшные грехи, в которых ты не раскаялся, а Иов говорит, нет, я не виновен пред Богом, Боже мой, вообще эта книга переворачивает всё, вот с ног на голову, как же так, почему Иов так говорит? Да потому что Иов настолько понимает, что Бог – это не человек, что он не пытается наделять Бога человеческим здравомыслием, человеческим судом, человеческими качествами и человеческими мотивами его поступков, и в этом потрясающая глубина и величие книги Иова, и огромное нам назидание, и Бог именно благословляет Иова, и только раб мой Иов приятен лицу моему, говорит, он осуждает Господь его друзей и говорит, что вы раздражаете меня как бы своими многоглаголами, многословием своим, а Бог не человек, и никогда суд Божий человеку не понять. И, соответственно, мы с вами забываем также, что Бог человека любит, и поэтому действительно мотивы, почему Бог попустил теракт, почему Бог попустил пожар, почему попустил вот сейчас эту чуму, которая нас всегда достает. Мы даже пытаться не должны себе это представить. Это нам говорит Христос. Вы что думаете, что люди, которые сейчас умирают, заболевают, они были самыми грешными? Вы что думаете, что молодежь, погибшая в этом ночном клубе, не помню его название, они там развратом занимались, они поэтому погибли? Вы что знаете судьбу каждого из них? Вы знаете мои отношения личные с каждым из них? Как мы можем рассуждать? А нам очень хочется вывести какие-то законы и понять, по каким законам Господь Бог посылает там удачу, счастье, благополучие, здоровье, и по каким же все-таки законам Он посылает наказание, при каких условиях. И как только нам кажется, что мы это поняли и уразумели, вот если я живу так, 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 в церковь хожу, посты не нарушаю, это не делаю, то не делаю, тут делаю, там делаю, все у меня правильно, вот теперь я могу быть полностью свободен, что теперь я уже точно ничем не заболею, в теракт не попаду, дети мои тоже, жена будут здоровы, и это самое глубочайшее заблуждение, потому что пути Господни неисповедимы, вот уж действительно. И как замечательно сказал Клайв Льюис в хрониках Нарнии от лица Льва Аслана, который там является образом спасителя, я каждому рассказываю только его собственную историю, говорит он. И, соответственно, мы не можем здесь судить ни о мире, да и не, собственно, о себе самом, потому что он рассказывает нам историю, и что будет в следующей главе, мы не знаем, да, мы можем только слушать эту историю, жить вместе с ней и с ним, а никаким образом управлять этой историей мы не можем. И тогда получается, зачем поститься, а зачем молиться, а зачем исповедоваться, а зачем маслицем помазываться, освященным, да, если все равно результат от этого не зависит, а за тем, что мы любим Бога, а за тем, что мы просто хотим быть с Богом, даже не важно, какие будут последствия в нашей земной жизни, Господь нам никогда благополучие, счастье, здоровье и богатство в земной жизни и не обещал. И мы это говорили с вами уже об этом в Евангелии. Все же, что Господь посылает и нам, и другим людям, будь то личные трагедии или катастрофы масштаба вселенского, Он посылает их для спасения, исправления, и нам очень трудно понять, в каких взаимоотношениях Бог находился с данным человеком, погибшим в этом теракте, почему именно этот человек погиб, а его сосед выжил. Это абсурд пытаться это исследовать, а потому что он был неверующий, а это потому что он был грешник. Вот Господь сам это в Евангелии осудил и научил нас так не относиться к людям и так не судить и не рассуждать, потому что тогда получается, представьте себе, мы на себя берем суд Божий, мы на себя берем решать, за что Бог накажет, а за что помилует. Вот ты будешь гулять, у тебя родятся больные дети, говорим мы своим дочерям, подросткам. Это мы беремся судить, а я, например, знаю девочек, которые гуляли и очень страшно гуляли, потом вышли замуж, сейчас имеют очень здоровых деток и прекрасные семьи. Где же суд Божий? И я знаю девушек, которые были чистыми, святой преподобной жизни, вышли замуж за верующего молодого человека, абсолютно чисто венчались, и потом все закончилось очень страшно. И как я это объясню для себя? Значит, чего? Надо лучше гулять или лучше не гулять? Так грешить или не грешить? Так потому что не этим мы должны руководствоваться, правильно? Мы должны не этим руководствоваться, мы должны руководствоваться не последствиями, а нашим личным отношением к Богу, любовью к Богу, боязнью оскорбить его грехами, а не предстоящим наказанием, потому что мы не знаем, как Господь накажет, накажет ли, то есть не наказание нужно бояться, а вот за покаянием своим надо следить и постоянно быть внимательным к своим грехам, и каяться, и очищаться, потому что из слов Христа следует, что может быть кара Божия за грех, наказание болезнью или смертью, да, может, но не нам рассуждать за какой грех, какое наказание и будет ли оно, вот в чем дело, Господь только говорит, не смотрите на других людей, не смотрите так, не пытайтесь за Бога судить и рядить, кайтесь, заботьтесь о своих чистых отношениях с Богом, о том, чтобы, как говорит поиск и святогорец, между вами и Богом никакой стены из ваших грехов не стояло, ломайте эту стену, как он говорит, расшатывайте кирпичик за кирпичиком, вынимайте его при помощи слез, покаяния, молитвы, вот этим должен быть занят ум, а не представлением суда Божьего, тем более решением за Бога, за что он, кого он оказывает, вот такое потрясающее место в Евангелии, правда же, вот когда читаешь, просто каждый раз встряхиваешься, как бы, да, задумываешься, Боже мой, разве можно судить, дорядить, да вот такие выводы делать, а ведь их делают даже священники сомбона церкви, да, когда, например, вот эта чума началась, а вы как думали, это за ваши грехи, это вы плохо молились, вы плохо каялись, вы ходили в храм через пень-колоду, вот теперь вообще храм закрыт, сами виноваты, плохо молились, я такое слышала своими собственными ушами, и это подход, который Христос осудил, да, потому что с этим подходом и пришли к нему рассказать о галилеанах, чтобы вместе с ним покачать головой, вот ведь какие грешники были, а вот ведь как Бог их страшно покарал, а ведь сами виноваты, ведь так им и надо было, а Христос вдруг говорит, а вы что себе возомнили, а вы думаете, вы кто такие тут судить вообще, да за что Господь, ведь мало того, каждый из этих погибших галилеан погиб по своей причине, для кого-то это было искуплением грехов, для кого-то это было очищением, для кого-то это было мученическим венцом за его праведную жизнь, он по заблуждению своему зревности к Богу, может, эти жертвы не приносил, для кого-то это было окончанием долготерпения Божьего, и человек пошел потом уже на вечные муки, потому что Бог понял его злобу и его ненависть ничем не исцелить, просто его жизнь уже закончилась, как бы, да, шансов нет, и так далее, да масса мотивов, вот сколько этих галилеан было, столько было причин, почему именно они оказались в этот день, там и погибли, и также можно сказать про любой теракт, пожар или какую-то страшную вещь, а мы очень склонны сразу вешать ярлычок, эти блудники, поэтому их Господь в ад смел, эти безбожники, эти Евросодом, все, мы всех распределили, суд Божий свершили, вот так, так как же нам относиться? А вот дальше Господь дает притчу о смоковнице, вот именно для того, чтобы показать нам, как он сам относится к людям, и чуть-чуть приоткрыть нам тайну, как бы, суда Божьего, да, немножечко, ну, вернее, тайну отношения Бога к нам, и это трогает до слез. Дерево в саду не приносит плод, виноградарь, это Христос, хозяин виноградника, Бог, Отец, ну, а, естественно, смоковница, не приносящая плода, это мы. Ну, у некоторых святых отцов это именно иудейский народ, да, можно и так понять, но это и мы, вот каждая душа человека. И приходит хозяин и говорит виноградарю, то есть, как это назвать правильно, садовнику, да, и говорит садовнику, сруби ты это дерево, пусть оно хоть как перегной, что ли, в землю пойдет, но никакого уж плода-то от него нет. И что отвечает садовник? Он говорит, давай еще подождем, я в это в лето еще ее удобрю, да, я еще помогу ей, как бы всеми способами, может быть, все-таки она заплодоносит, ну, уж тогда на следующий год посечешь ее. То есть здесь имеется в виду, конечно, удобрение чем? Жертвой Христа, конечно же, кровью его причистой, удобрение проповедью Слова Божьего, благодатью Духа Святаго, теми обстоятельствами, которые Господь нам посылает при внимательном наблюдении за обстоятельствами, мы можем видеть руку Божию и понять, так сказать, наше заблуждение и отвернуться от него, и повернуться к Богу. То есть Господь бесконечно любит и заботится, и очень долго терпит. Он долго терпелив и человека любец. И вот об этом, конечно, нам забывать с вами нельзя. И таким же должно быть и наше отношение к людям. И если люди умирают или страдают, мы должны испытывать только одно чувство – жалости, сострадания, молитвы и как бы оправдание их пред Богом. Господи, ты знаешь, почему ты забрал их сейчас в такой страшный момент в их юности или молодости, если мы говорим про ребят, которые в ночном клубе пили, гуляли и погибли. Прости им их грехи, дай утешение их матерям, прости этих деток, помилуй их, даруй им Царствие Небесное. Вот наши чувства, они тут же, вот грешники развратом занимались, ну, конечно, Господь их, естественно. Вот это очень страшная позиция. И потому нам вот эта притча и дана про смоковницу. Если сам Христос так долго терпит, а уж поверьте, его наши грехи гораздо больше ранят, чем нас грехи других людей. Почему? Потому что мы сами грешники, и когда мы сильно осуждаем грехи других людей, нам кажется, что мы-то их точно не совершаем. Ну, действительно, я же точно не хожу в ночные клубы, значит, я точно хороший. А какие у меня помыслы? А какие у меня в жизни бывали помыслы? А какие в жизни у меня бывали грехи? То есть начать так вот свою жизнь внимательно рассматривать, то сто процентов мы что-нибудь найдем. И, соответственно, представить себе, вот, да, как Христос безгрешный, Христос, видящий действительно весь ужас того мрака, который будет для души грешной, от Бога отпавшей в аду, Христос, знающий, какие блага Он нам приготовил невероятные там, в Царстве Небесном. Представляете, как Он страдает в виде грехи людей. И, как бы, можем ли мы вообще становиться хоть чуть-чуть, да, на его позицию? Да никак. Никак, потому что мы не так, мы не ощущаем боли этих грехов, мы ощущаем осуждение. И часто ханжество. Часто это осуждение основано на чувстве, ну, я-то так плохо не сделал, значит, со мной такого не произойдет. И потом, очень часто бывает, что как раз и происходит. И вот тогда человек уже вообще веру теряет. Как же так? Я же и ходил, я делала, а потому что? Потому что нельзя никого осуждать. Надо оставить весь суд Богу. Вот действительно. А суд Божья – любовь. А суд Божья – любовь. И, может быть, люди, даже действительно, ведущие греховный образ жизни, но погибшие, вот так страшно. А мы знаем, о чем они подумали в последний миг, умирая в муках. А мы знаем, как их душа, может быть, рванулась к Богу и была спасена и прощена, как у благоразумного разбойника. Но мы же действительно этого не знаем. И также сейчас это вот наша чума. Мы видим, болеют люди и глубоко верующие, и неверующие, и священники, и владыки, и монахи. И что, вот каждого подозревать, что он грешнее всех или грешнее нас? Ни в коем случае. И болеют по разной причине. Кому, как Бог это посылает на его жизненном пути для испытания, спасения и на благо. Вот это нужно понимать и помнить. Вот такие интересные мысли родились и у меня, и не только у меня, а у тех священников и святых отцов, статьи которых я читала, готовясь к этой передаче. Я рада, что смогла сегодня поделиться с вами этими размышлениями. Очень надеюсь, что будет на пользу. И дай нам Бог всем любви к друг другу, трезвости духовной и здравого, правильного в евангельском духе взгляда на происходящие вокруг нас непростые события нашего с вами бытия. Ну вот, друзья мои, на этом я с вами прощаюсь. Хочу напомнить, что в эту субботу будет очередная, будут два события сразу. Значит, во-первых, на сайте ТОПОС выйдет моя экскурсия о монастыре Модеста, святителя Модеста Иерусалимского. У нас как раз сегодня 21 числа был праздник Прокопия Кисарийского. Как это место связано со Святым Прокопием и что за место, все узнаете в экскурсии. Это один из самых малоизвестных, древних, интереснейших храмов Святой Земли, где потрясающая совершенно история и очень впечатляющие тоже и кадры, и местоположение, и история древняя, и современное этого места, крайне интересное. Так что я вас всех приглашаю на ТОПОС.ТВ в субботу посмотреть мою экскурсию. Она будет начинаться в 14 часов, в 2 часа дня и будет идти до 13 в воскресенье, ошиблась чуть-чуть, до 13 в воскресенье. То есть с 14 в субботу до, ой, ветер мне мешает, до 13 часов в воскресенье. Это бесплатно совершенно. Заходите на сайт ТОПОС, на страничку ТОПОС.ТВ нажимаете в меню и там кнопочка будет под расписанием смотреть ТОПОС.ТВ нажали бесплатно, без регистрации, попали и всё. Второе событие это будет лекция Рафаила. Те из вас, кто с Рафаилом вместе изучают историю Иерусалима, в субботу в 18 часов в прямом эфире пройдёт лекция Рафаила, четвёртая уже по счёту лекция Рафаила по истории Иерусалима. В этот раз он будет рассказывать о Вавилонском плене, возвращении из Вавилонского плена, о строительстве второго храма, как изменилось религиозное сознание иудеев и так далее. Это очень интересный период. Также, естественно, будет речь идти опять же о Вавилоне и так далее. И вот эта лекция на неё идёт по закрытой ссылочке по предварительной записи. Записаться очень просто. Опять же, идёте на сайт топа-ссылочка вот у нас в описании этого видео. Нажимаете на страничку лекции в меню, и там будет такой подраздел «Новые лекции». Там расписание. Находите лекцию Рафаила суббота, 24 июля. Нажимаете «Записаться на просмотр лекции». Вам нужно будет оплатить 250 рублей, и ссылка на лекцию будет вашей после эфира целую неделю. То есть, вы сможете много раз пересмотреть, законспектировать, показать даже друзьям в теории. Так что вот, вот такое дело. Мы вас очень ждём. Это очень важно для нас, чтобы вы пришли, потому что это единственная наша сейчас работа. Вот этот канал, The Side Topos, это то, чем занят весь наш рабочий день. И мы благодарны Богу, потому что это действительно такая вполне достойная работа для православного церковного гида. Рафаил историк, профессиональный историк. Также у него вторая степень М.А. по филологии древних языков. Он брал много курсов и по библеистике, и по лингвистике, и по богословию. У него есть сертификат из Кембриджа. Так что действительно его преподнесение истории Иерусалима это уникальный курс. Это уже четвёртая лекция. Прошедшие лекции, если кто из вас ещё не смотрел, все можно посмотреть на сайте Topos. Опять же, лекции в меню, прошедшие лекции, там найти первые три и тоже, может быть, со временем посмотреть, ознакомиться. Это очень интересно. Рафаэл всех вас ждёт, всем вам передаёт привет и поклон. И я прощаюсь с вами, друзья. До встречи. Всего вам самого-самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова